В Библии есть такая притча об Иосифе. По сути, это притча о стабилизационном фонде. Кто помнит, Иосиф попал к правителю Египта, и ему потребовалось объяснить сны правителя. И он объяснил известный сон о том, что на одном лугу пасутся семь тощих коров и семь тучных коров. Никто не мог из окружения правителям это объяснить. Он объяснил, что Египет ждет семь богатых урожайных лет и семь лет, когда урожая не будет. И он предложил собирать налоги и накопить фонд зерна, который поможет стране в трудные годы. Кстати, Ллойд Вебер, известный композитор, поставил сейчас новый мюзикл по этой притче. Она уже начала идти в Лондоне. Я сходил, советую. Но это также и о циклическом развитии мировой экономики, который имеет полное отношение к тому, что происходит сегодня. И когда мы говорим о истоках кризиса США или в мире и тех мерах, которые нужно принимать, конечно, в первую очередь нужно разобраться, а в чем природа этого кризиса. И здесь нужно копнуть немножко глубже, чем, как правило, сейчас освещается это и в том числе в зарубежной литературе. Но, тем не менее, есть серьезные исследования, которые говорят, что главная причина кризиса – это циклическое развитие. США входит в новый цикл снижения экономического роста, темпов экономического роста и, возможно, рецессию. В этом году директор Международного валютного фонда Страскан сказал, что США входит в начало жесткой рецессии. И это означает, что и два квартала, а может быть, и больше ВВП США будет абсолютно снижаться. Первый такой квартал уже состоялся в конце прошлого года. И сейчас приняты меры по накачке ликвидности. Это несколько поддержало экономический рост во втором квартале. Сначала он был оценен как 3,3%, затем переоценен на 2,9%. Я имею в виду квартальный рост США. Но я думаю, что это просто отодвинуло наступление рецессии. Причем по всем признакам, всем основным индексам мы имеем, соответственно, и по индексу экономической активности ее снижение до уровня значения 50, что предшествовало циклическому спаду в 2000 году. Напомню, что также снижение квартального экономического роста или абсолютное снижение ВВП мы получили в 2001 году в конце США. И сейчас все признаки того, что мы идем в цикл снижения. Причем и значение индекса потребительского доверия еще более низкое значение индекса, чем в рецессии начала 2000-х. По сути, индекс потребительского доверия самый низкий за больше, чем 10 лет. Мы видим по статистике, что с лета 2007 года загрузка мощностей ниже соответствующего минимума. И, кроме того, безработица вышла на пики, которые сложились в период рецессии с начала 2000-х, целый ряд других показателей говорит о том, что мы в начале рецессии. Индекс Доу-Джонса, напомню, в 2002 году достиг показателей 7700, сейчас он больше 10 тысяч. Если мы в начале рецессии, то индекс Доу-Джонс будет еще существенно падать. Корреляция мировых индексов, в том числе индекс РТС, Доу-Джонс достаточно высокая. Уровень корреляции выше 50%. Наше отклонение от этого индекса обычно совпадает только с ростом, когда возникает рост цен, то есть он работает против этого движения, против этого прямой связки. Такая ситуация сложилась недавно, когда цена на нефть доходила до… когда индекс Доу-Джонс падал, а цена на нефть в это время росла, то наш индекс не повторял движение Доу-Джонс. Но когда цена опустилась, то мы вышли на позиции РТС трехлетней давности. Доу-Джонс тоже сейчас на позициях трехлетней давности. И мы можем говорить о том, что очень вероятно, что разворачивание экономического рецессии в США, конечно, будет отражаться и на мировой экономике, на развивающихся рынках и в России. Если говорить о том, какова здесь роль финансового кризиса и сопрайм-кредитов, сопрайм – это следствие попытки государства дешевыми деньгами насытить экономику и искусственно разогнать ипотеку. То есть создался в результате соответствующий финансовый пузырь или ипотечный пузырь, который, когда инфляция пошла вверх, и, соответственно, это тоже было одно из неизбежных следствий такого разогрева и такой накачки денег. Когда ставка рефинансирования была доведена выше, чем на 5%, то ипотека, обычно она же также связана, и ставки по ипотеке, связанной с рынком, то плохие заемщики были первые, кто перестал платить по этим кредитам. Причем до какого-то периода они пытались вытягивать эту ставку, но когда ставка ФРС была больше 5%, соответственно, увеличились и платежи этих плохих заемщиков, то они стали сбрасывать кредиты. Я помню, на весну этот год я смотрел, статьи сейчас не посмотрел, ушел, уже 2% заемщиков отказались от своих кредитов, не способны были платить. Сейчас, конечно, эта ситуация расширяется очень быстро. Поэтому плохие активы на балансах банков созданы в таком масштабе, чтобы еще для понимания масштаба я скажу, с 2000 по 2005 объем жилищного строительства США примерно удвоился к предыдущему пятилетию. То есть это настолько был мощный поток средств и мощное движение. Сегодня этот пузырь практически сдулся, оказавшись, и активы оказались пустыми. Циклический кризис в результате усугубился плохой ипотекой с сдуванием пузыря и разрастанием финансового кризиса, который сейчас перетек в Европу. Снижение индексов, которое, повторяю, характеризует и экономическую рецессию, и финансовый кризис одновременно, создает и особую ситуацию, когда рецессия не позволяет поднимать ставку рефинансирования, ставка рефинансирования ФРС сейчас около 2%, а с другой стороны, высокая инфляция требует ее повышения, рецессия не позволяет ее повышать. Поэтому мы в ближайшее время будем, по-видимому, иметь случающийся периодически в истории факт стокфляции и достаточно низких тамфрост или рецессий, и высокой инфляции. То есть инфляция или дополнительные деньги уже не помогают. Банки закрывают или сокращают лимиты друг на друга, я имею в виду сейчас американскую экономику, и считают, что риски существенно повышены и для реального сектора, поскольку находимся на спаде. Поэтому денежная масса и кредиты сжимаются. Конечно, это создает и следующий виток. Сжимаются кредиты, снижается доверие и меньше получают кредитов на поддержку своего бизнеса и инвестиций. Мы въезжаем в такую спираль. Мы предполагаем, что поскольку мы в начале рецессии, то будет дополнительное снижение и загрузки производственных мощностей, будет снижение индекса. В течение ближайшего полугодия индекс Dow Jones будет по-прежнему снижаться.